Как побороть лень? Лень может внезапно настигнуть каждого из нас. От выполнения мелких ежедневных обязанностей до глобальных стратегических задач. Как побороть лень в таком случае, зависит от ее причин возникновения. Если это не эмоциональное перенапряжение или физическое утомление, то желательно апатию преодолеть. Каким образом это сделать? Как побороть лень, чтобы она исчезла и больше не появлялась? Существуют ли эффективные методики борьбы с ленью? Стоит ли объявлять ей войну? Поищем ответ в данном выпуске. В первую очередь, следует понять факторы ее вызвавшие. Если это чувство тотальное и касается всех аспектов жизни, то возможно оно свидетельствует о нарушении здоровья. В таком случае лучше всего пройти обследование у врача. Если же речь идет о чем-то конкретном, например, работе, учебе или поездке на дачу, то лучше всего побороть лень. Благо дело, способов множество. Рассмотрим их более детально. Овладеть приемами мотивации. Очень часто люди не могут решиться на какой-нибудь вид деятельности, поскольку результат от его выполнения не особенно их мотивирует. Либо объем работы большой и даже неприятно с чего-либо начинать. Как побороть свою лень в таком случае? Необходимо научить себя мотивировать. Если же речь идет о другом человеке, братье, сестре, ребенке, то следует разобраться, чем можно их заинтересовать. Придумано много вариантов мотивации. Наиболее эффективными в борьбе с ленью считаются следующие. Метод швейцарского сыра. Он полезен, когда бороться с ленью приходится при решении масштабного задания. Это даже не чувство лени, а скорее непонимание, с чего начать. Можно наследовать поведение мышонка, который пытается осилить большой ломоть сыра. Сперва у него это не выходит. Он хаотично выгрызает по маленькому кусочку в произвольных местах. Постепенно ломтик уменьшается и в итоге мышонок его проглатывает за один присест. Так же и при решении больших задач. Следует разбить их на маленькие подзадания и решить в произвольном порядке, пока общая задача не сократится до приемлемого размера. Довольно хитрый прием, как побороть лень. У каждого из нас есть что-то такое, чем мы любим себя изредка побаловать. Можно использовать это в качестве награды за выполнение определенных заданий. Например, обзвонил с утра 10 клиентов, поиграл 20 минут в косынку. Этот прием особенно эффективен для детей. Поедание лягушки на завтрак. Еще один верный помощник, когда борьба с ленью объявлена и пути назад нет. Эта фраза означает, что самую неприятную процедуру следует выполнять утром. Все остальные события в течение дня будут восприниматься с большей радостью и энтузиазмом. Журнал успеха. Завести его – хороший способ не только побороть лень, но и повысить самооценку. Подходит он не только для детей, но и для взрослых. Повседневность можно превратить в интересную игру со своими квестами и бонусами за их выполнение. Следует завести журнал и в него записывать все достижения в течение дня. Даже если лень в очередной раз накатит ниоткуда, достаточно взять себя в руки, открыть эти записи и напомнить себе, какие вы молодцы и труженики. Использовать визуализацию. Метод визуализации заключается в том, чтобы предоставить себе, какие результаты будут при выполнении поставленного задания. Хотим новый автомобиль, но лень идти на работу. Можно закрыть глаза, расслабиться, представить себя в новенькой машине, почувствовать восторженные взгляды окружающих. Открываем глаза и видим, что ноги сами несут нас в офис. Вопрос «как побороть лень» уже не актуален. Второй способ «как побороть лень» – занятия спортом. Жизненная позиция тесно связана с двигательной активностью человека. Физические упражнения способствуют выработке в кровь целого ряда стимулирующих веществ. Поэтому после похода в спортзал или утренней пробежки, мысли сразу проясняются и увеличивается желание что-нибудь делать. Это связано с особенностями обмена веществ, которые ускоряются в ответ на физическую нагрузку. Как побороть лень? Очень просто. На татами, на борцовском ковре или матах. Занятия спортом повышают и дисциплину человека, что особенно полезно в юные годы. Большинство спортсменов умеют не только бороться с ленью, но и выигрывать у нее абсолютным нокаутом. Третий способ «научиться правильно отдыхать». Звучит парадоксально, но чтобы побороть лень, необходимо уметь хорошо и полноценно отдыхать. Ведь если человек не успевает восстановиться, у него падает энтузиазм что-либо делать. Научившись грамотно чередовать фазы активности и отдыха, человек сможет аккумулировать необходимую для работы энергию, тем самым регулярно подзаряжаясь для новых свершений. Главное не путать лень и объективную целесообразность отдыха. Четвертый способ. Возвести активность в разряд привычки. Как побороть лень? Да просто не оставить ей шанса на появление. С детства на случай чистить зубы, умываться, делать зарядку по утрам. Выполнение этих нехитрых обязанностей становится частью нашего ежедневного ритуала. Почему бы не сделать хорошей привычкой самосовершенствования себя? Делать это автоматически, не задумываясь и не давая повода для мятежных мыслей. Например, многие задают вопрос, как мотивировать себя к спорту? Как побороть лень и заняться своим телом? Ответ простой. Так же, как и чистить зубы, машинально. Не возводить поход в спортзал к разряду подвига. Не настраиваться на это часами. А просто встать, собраться и пойти. Пятый способ. Общаться с энергичными людьми. Хорошая методика, как бороться с ленью, общение с теми, кто это успешно сделал. Ведь существует народная мудрость, с кем поведешься, от того и наберешься. Выбирая в свое окружение проактивных людей, мы и сами становимся более активными и целеустремленными. Такие люди давно поняли, как бороться с ленью и охотно передают эти знания другим. Когда наши друзья, товарищи, коллеги уделяют значительное внимание своей работе, саморазвитию и расширению своих знаний о мире, то каждый из нас автоматически начинает двигаться в этом же направлении. Перечисленные способы, как побрать лень, эффективны и по отдельности. Но если применить их все, то положительный эффект наступит значительно быстрее. Как минимум, выработается позитивная привычка не откладывать дела на потом. Если решено бороться с ленью, то следует это делать во всех сферах, чтобы активная жизненная позиция не оставила лене и шанса на появление. Как сказал Аристотель, ничто не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие.